там туша припёрлась и прям к нему иду все меня заметили это очень грустно моё перелезай ты уже конце концов я застрял куда-то сюда надо срочно самое время уносить ноги давай быстрее он сюда не залезет все равно не здоровая душа не помещается в такие проходики бегите нацисты внимание всемокомандному пункту так персоналу они все эвакуируются взлет уже скоро патронов даже максимум ух ты блин вот в ракеты попёрли вот это они пошли конечно давайте наверно дробовичок возьмем ракетище жесткая так хотя с другой стороны наоборот может быть лучше чем было бы такое взять как его не удалось первого раза это топорик тут здоровяк ходит здоровячок реально попёрся в мою сторону идет походу точно снизу так сейчас мы с ним по ходу повидаемся что прям сюда придешь что ли караулить интересно их можно со спины вырубать или нет здоровяков нападать на него с 50 процентами как опасновато на самом деле ты где он заметил мертвого которого я там часа только что отключил получается ну и чё долго ты над ним будешь стоять интересно тогда имеет смысл может быть взять бронебойную пушку да пойти в атаку уже на него в открытую не церемониться и там тоже у нас стоит еще один ого тут эти появляются быстро шустрые которые так у него баг загорелся я его замачивал по моему я слышу как бегают эти уроды точно вон они кучей я не хочу с ними видеться вообще мне не нравится они такие шустрые прям бегают как ужаленные на скорости так где же вы гранатами еще закидываются да сражаетесь вы нечестно я вам скажу можно же сохранить на всякий случай Где еще кто? Живой остался? Нет, интересно Вон он, точно он еще здесь Они мне больше всего не нравятся Самые неприятные враги вообще пока что Ну, вроде бы всех подключал Побольше брони надо насобирать Патроны, конечно, тоже нужны Я его слышу, он опять где-то бегает Они еще могут вообще со спины нападать Что самое неприятное Будешь так себе стоять А тебе раз подбежит и перережет выводку Еще заслук Там еще кто-то был сзади Так, ну ладно, ага Вот именно такой Хаски Я их так буду называть Ух ты, у нас тут гости, да? У нас тут гости Ну, ладно, бронебойные патроны Не зря я его прокачивал Наш этот автомат Теперь он вообще мощный Можно даже пушку его взять Почему бы не походить с ней? Я что-то давненько так не ходил С такими вот прям Тяжеленькими Внушительными пухами А, она и не нужна Ствол Ключи Беги Жаский бласковец Вообще Красавчик Красиво Красиво Офигеть Редактор субстITруй а почему бы домой не заглянуть и правда домой вернуться мальчик меня звать били а тебя как меня тоже били зовут но папа сказал мне нельзя с тобой играть ой а почему папа говорит что негры опухоль на теле общества они плохо на всех влияют они все грязнули воры и бомжи не умеют читать и писать глупые вонючие ленивые слишком ленивые чтобы найти себе работу на мой папа умер но мама говорит что все белые злые и они нас ненавидят потому что раньше все цветные были рабами а теперь мы свободны поэтому у меня не пускают хорошие туалетные ярмарки а дядя из магазина не дает мне войти и даже не разрешает купить жвачку газировку а какой жвачку ты любишь индийские скальпы а красную желтую желтую ненавижу красную красная как для вот а что у тебя в банке били да пока пусто я хотел головастиков поймать а зачем тебе нужны голова стики они будут плавать я буду кормить их морковкой вырастут оранжевые лягушки я видела головастиков там в ручье пошли я покажу ладно пойдем ты показал мне кольцо помнишь мама сказал она для моей сужены я нашел ее кольцо будет ей в пору смотри сюда смотри крысенок упал полно помой на ведро и не может вылезти видишь утонет это точно спасибо били он тонет это же крыса они мерзкие едят нашу еду разносят микробы и гадят в шкафах но он же умрет он умрет били он умер били смотри били вернись у тебя получилось били ты спас ему жизнь пусть живет а вот сколько мне тогда было на 1920 а вот на 9 или 10 вашингтон просится действовать отрядом освободителей вот это приятные вещи лежат всякие разные все надо собирать так ну ладно давайте дальше изучать наше детство я так понимаю мы вернулись на родину здесь неспроста именно для того чтобы как раз походить и все воспоминания посмотреть что просто как бы родина учи дом били что хочешь скажу секрет давай никому не расскажешь никому лучше шепотом ты очень красивый били и ты мне нравишься ты еще где-то здесь били все еще топчешь землю обреченное на страдания среди живых ну что за сэрбор опять энди холу они шли за мной потом повалили и отняли мой ножик ах ты бестович такая как ты можешь отдавать свои вещи у тебя же симуэн не лень будут вечно вытирать ноги слушай запоминай я подарил тебе этот нож ты его владелец ты за него отвечаешь я поговорю с их родителями не смей этого делать зафи а ты что пацан хочешь чтобы мамуля всегда за тебя заступалась а теперь иди отсюда и верни свою собственность пока не вернешь чтоб ноги твоей здесь не было именно отсюда у бласковицы взялась эта жестокость которой он там просто беспощадно крошит всех вообще в мясо фарш вот с таким-то воспитанием еще бы так отрывок заметки из старой газеты вновь ну давайте так пролистнем это все потом прочтем с вами так ну я так понимаю можно наверх сходить посмотреть что у нас там имеется интересного полезного очередные сынок я пытался тебе объяснить пытался с тобой разговаривать и так и сяк но все как об стенку горох ты меня каждую ночь своими воплями будешь сколько раз я должен тебе объяснять в нашем подвале не чудовища никогда не было прости пап я все время вижу они хотят убить маму ладно а вот что мы сейчас сделаем на кого держи сейчас мы с тобой спустимся в подвал если вдруг выскочат чудовища мы их сразу застрелим в даре между глаз иногда полезно посмотреть своим страхом в лицо ну готов да готов софия ты как с нами ты их видишь нет пап чудовища ушли по мне так не делай зла и никакие чудовища за тобой не придут как думаешь мы сегодня их отпугнули да можно оставить ружье отец черного сам била брыз и странно очень все чудо как то ну даже у того усы черные все черные так в этой комнатушке походу делать больше нечего ну ладно но здесь и срач я тут уже десять лет десять не был у меня раньше у озера форни две тысячи акров земли я слышал по радио что тебя заметили в розуэль как знал что ты здесь объявишься здесь только плохие воспоминания так зачем ты пришел спрятаться негде деньги нужны что ж зря ты сюда явился сынок уже слишком поздно о чем-то умолять ты не искупишь боль которую ты нам причинил при мысли об отце я слышу пошел ты я вижу кулак летящий в лицо а когда когда тебя был прок непослушный неблагодарный ума как у спущенной шины а рот как помойка ооо я видел куда ты катишься я побывал в той дыре и клянусь твою мать я изо всех сил пытался тебя вытащить что еще ты от меня хотел чтобы ты относился ко мне как сыну а не как дерьмо прилепшим он на ботинок да я ради тебя из кожи вон лез только тебя уже не исправить ты кто у нас нынче крутой киллер террорист и бомбист не за тех ты воюешь дружок все эти годы пока я долбился башкой об стенку люди были настроены против меня а потом когда пришли нацисты все стало гораздо лучше играя по их правилам и тебя ждет хорошая жизнь спросил любого в округе Бласковиц эту фамилию все знают и уважают ты превращаешь в дерьмо все к чему прикасаешься ты очерняешь мою фамилию беглый убийца смылся в армию едва созрев разбил матери сердце где она умерла когда от чего но была гребаная мировая война пришло новое правительство правительство с новыми правилами ее забрали нет ее что за пидорский наряд ты нацепил что значит забрали согнали всех евреев цветных и гомосеков этот мир для белых людей теперь все по христиански будет ты ее сдал и что жена всю жизнь меня пилила и вырастила и сына убийцу да я всегда знал кто ты на самом деле десять фунтов говна в пятифунтовом мешке на колени папа я твой сын на колени сучоныш это раньше я боялся я бы обоссался от страха знаешь что я сейчас чувствую просто ни хрена а а а а а кому ты звонил они все слышали кому ты сука звонил а 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 нужно ключи а я не могу сейчас сосредоточиться на таких вещах когда там блин что то еще было е смотреть в а а а а а а а уэлем Джозеф Бласковец тебя поймают приговорят и накажут за за преступление ну ладно еще себе уровень какой непонятный весь перекушенный письмо обер коменданта векцелера то есть мы сейчас идем напрямую к этой фрау я так понимаю это она опять прилетела на своей вот этой вот туши так ну туда прыгать лучше не стоит наверное я там точно убьюсь слушайте а выбор то что у меня велик мне особо так додеваться некуда что ли не 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 я не хочу вот так но куда мне идти интересно интересно а тут все закрыто по идее мне вообще на самом деле наверх нужно потому что она же наверху все таки находится да выбирайте о письмо от тете вильмы это все наша история что было раньше давным-давно так здесь то куда забираться теперь все перекушенное вообще непонятно но я сейчас если сюда прыгну я окажусь в самом низу получается откуда я и начал наверное а нет так вроде бы все сбил кто-то бегает я тебя слушал тварь еще один такой же засранцы сколько у вас там собралось не многовато ли вас будет здесь печка такая еще так ну теперь пришло твое время вкусить бронебойных патронов у сколько их там со своими гранатами уже они очень шустры сразу сблизи сразу сближаются по слову очень ненавижу где еще такие же подонки давай давай открывайся зачем я сюда пришел нужно было бежать домой к тебе Аня бежать домой бежать домой молодец Чао-чао. Генерал. Власковец. Правда? Клянешься ли ты заботиться обо мне, пока смерть не разлучит нас? Дай сюда. Отдай, черт. Хочешь поцеловать невесту? Вообще до свадьбы нельзя. Давай отправим его отдохнуть. Сюда. Отдыхай, я подготовлю все для церемонии. Спасибо за просмотр, надеюсь вам понравилось это видео. Если же так, можете меня поддержать, поставив палец вверх. Можете также написать какой-нибудь комментарий и подпишитесь на канал, а также вступайте в группу ВКонтакте, если вы еще этого не сделали. А с вами был Дэнни Марс и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok